Друзья, привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик. И сегодня мы с вами будем готовить куличи. И куличи у нас будут не совсем обычные. Мы будем готовить их без дрожжей. Это такой экспресс-вариант куличей, на случай, если вы очень сильно заняты, но куличей покушать хочется, и они получаются невероятно вкусными. Нам понадобятся яйца, изюм, мука, соль, сахар, ванильный сахар, творог и разрыхлитель. Берем чашу миксера или какую-то глубокую миску и разбиваем в нее яйца целиком. Белки от желтков отделять не нужно. Затем добавляем щепотку соли. Соль можно использовать обычную или морскую, какая вам больше нравится. И взбиваем яйца с солью. Я пользуюсь планетарным миксером, но если миксера у вас нет, можно просто перемешать яйца с солью, венчиком или даже обычной вилкой. Затем добавляем к яйцам обычный сахар, ванильный сахар и снова все хорошенько перемешиваем. С помощью миксера я взбивала яйца с сахаром одну минуту. Если вы используете обычный ручной венчик, то, конечно, вымешивать нужно дольше. Затем добавляем в тесто творог и здесь вот очень-очень-очень хорошо перемешиваем. И на последнем этапе просеиваем в тесто муку вместе с разрыхлителем. Просеивать муку нужно для того, чтобы мука насытилась кислородом и куличи получились у нас воздушные и пышные. И для того, чтобы избавиться от комочков. Вообще-то лучше не делать, как я, и разрыхлитель также просеять через сито. Я его здесь просто добавила, ну просто потому, что он у меня был уже отмеренный. А так, конечно, и в разрыхлитель могут быть комочки и даже сахарную пудру, когда вы добавляете ее в выпечку, тоже обязательно нужно просеивать. Тесто снова хорошенько вымешиваем, здесь уже точно лучше это делать с помощью миксера. Изюм заливаем кипятком и затем промываем холодной водой. Высушиваем и только потом добавляем его в тесто. Изюм можно легко высушить, если просто хорошо промокнуть его бумажным полотенцем. И еще лайфхак. Чтобы изюм равномерно распределился внутри теста, его можно слегка присыпать мукой и только потом добавлять в тесто. Но, если честно, было лень и куличи все равно получились хорошие. Теперь мы просто накладываем тесто в формочки. У меня были бумажные в форме для куличей. Накладывать тесто нужно примерно до половины, потому что куличи при выпечке сильно поднимутся в формах. Если вы положите тесто доверху, куличи просто убегут. Ставим противень с куличами в разогретую до 180 градусов духовку и готовим примерно 50 минут. Вот такие красивые куличи у нас получились. Приятного аппетита! И, кстати, формочки у меня были диаметром 6 сантиметров. Не забудьте подписаться, если рецепт вам понравился.